Итак, ещё один вопрос. Ас-саламу алейкум, рахматуллах и баракяту, дорогой брат. Слушая некоторых сунмитских проповедников, которые утверждают, что пророк, салаллаху алейхи и алейхи, совершил в жизни лишь один хадж, пошёл, проверил и их источники, где действительно так и есть. Так какое мнение у нас у шиитов, и что есть по этому поводу от ахля-ль-бейт? Также второй вопрос. К чему они так говорят? Так как мы видим, их любимчики совершали больше, чем пророк, салаллаху алейхи и алейхид салям, получается. Сам Шимерк, как я слышал, 23 раз совершил хадж ещё пешим ходом. Заранее благодарю за ответ. Итак, давайте теперь разберёмся вообще, сколько раз посланник Аллаха, салаллаху алейхи и алейхид салям, совершил хадж. Если мы говорим о хадже, который имеется у нас сегодня, на сегодняшний день, по тем правилам, которые у нас имеются в исламе на сегодняшний день, то посланник Аллаха, саллаллаху алейхи и алейхи и алейхи и салям, совершил всего лишь один хадж. И в этом нет никаких сомнений, никаких разногласий. Обратите внимание, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи и алейхи и салям, совершил хиджру в Медину. И в Медине посланник Аллаха, саллаллаху алейхи и алейхи и салям, враждовал с мекканцами. То есть была вражда, была война между посланником Аллаха, саллаллаху алейхи и алейхи и салям, и мекканцами. И за время нахождения в Медине посланник Аллаха, саллаллаху алейхи и алейхи и салям, конечно же, хадж совершить не мог. Это совершение хаджа было неактуально для мусульман, и мусульмане хадж, естественно, не совершали. Вплоть до восьмого года хиджры, когда мусульманами была завоевана Мекка. И после этого посланник Аллаху, саллаллаху алейхи, совершил свой единственный хадж на десятом году хиджры, который также известен как «прощальный хадж». Это был первый и последний хадж посланника Аллаху, саллаллаху алейхи и алейхи, по тем правилам и по тем законам, которые установлены в исламе. И после этого, через год примерно, то есть на одиннадцатом году хиджры, посланник Аллаху, саллаллаху алейхи и алейхи, ушел из этого мира. Покинул этот мир. Те правила, по которым сегодня мусульмане совершают хадж, эти правила были установлены посланником Аллаха, саллаллаху алейхи и алейхи и алейхи и алейхи, по приказу Всевышнего, именно на десятом году хиджры, во время прощального паломничества. Поэтому с какой-то точки зрения утверждение суннистских источников абсолютно верное. По этим правилам, то, что мы сегодня называем хаджем, посланник Аллаху, саллаллаху алейхи и алейхи и алейхи, по объективным причинам, по тем причинам, которые мы назвали ранее, совершил всего лишь один раз. Но, помимо этого, мы, если обратимся к хадисам, например, в Аль-Кафе имеется предание, от его святности, имама Садика, олейхи и алейхи и алейхи и алейхи и алейхи, передается, что «Хаджа Расулу Аллаху Алейхи и алейхи и алейхи – ишрина хаджа». Что его свят acoustic посланник Аллаху алейхи и алейхи и алейху алейхи и алейхи, совершил 20 раз. Хадж совершил паломничество 20 раз. Здесь возможно имеется ввиду умра, то есть здесь не обязательно, чтобы имелось ввиду только сам хадж в месяц Зуль-Хиджа, возможно имеется ввиду и умра, и также возможно имеется ввиду то, что совершал посланник Аллаха, находясь в Мекке до переселения в Медину. То есть если мы также будем считать те хаджи, которые совершал его сведлость до переселения, находясь в Мекке, конечно же количество будет намного больше, больше одного. Поэтому здесь все зависит от того, что мы подразумеваем под хаджем. То, что было установлено во время прощального хаджа, то это всего лишь один раз. А если в принципе паломничества в месяц Зуль-Хиджа, то их конечно же будет больше. И по данному преданию, согласно данному преданию, этих хаджей было 20 у посланника Аллаха.